Еще к одной топ-теме, которая, судя по всему, заденет всю бюрократическую вертикаль. К теме люстрации. Президент подписал закон об очищении власти. Сейчас он на рассмотрении Венецианской комиссии, которая будет разбираться, соответствует ли он европейским стандартам. Ну а пока чиновники пишут заявление об уходе, а силовики рапорты об увольнении. Нужно ли проводить люстрацию во время войны? Елена Механик. Дворник дядя Саша специалист по чистоте. Говорит, блюсти ее надо не только на столичных улицах. Должно быть везде чисто. Закон про очищение влады. Президент дал добро на очищение власти. Сильнее всего закон ударил по силовому блоку. Генералы и полковники начали увольняться еще до того, как Петр Порошенко поставил финальную точку. Под люстрацию попадают те, кто занимал высокие должности во времена президентства Януковича, а также те, кто заканчивал вузы, КГБ и работал в органах. В пограничной службе таких немало. Что касается нас, это 111 військовых службовцев и офицеров. Ну так вышло в их жизни, что они жили в Радянском Союзе. Мы рассматриваем это положение закона не как очищение влады, а как снищение руководного склада державной прикордонной службы Украины. В Министерстве внутренних дел тоже составляют свои списки. Здесь бывших КГБистов практически нет. Зато много тех, кто имел отношение к разгону Майдана. Закон непростой для общества. И нужно дальше принимать решение о том, как его правильно применять. Это трудный путь, но его нужно пройти. Закон о люстрации – это не только кара, но и шанс очистить совесть и мундир. Бывший министр обороны тоже запустил маховик переаттестации тех, кто носит погоны. Как пройдет люстрация в СБУ? На наш запрос там не ответили. Ведь где-где, а в СБУ точно многие прошли через чекистскую систему. Что говорит сам глава службы безопасности Валентина Левайченко, закончил институт разведки КГБ СССР. Правда, в законе об очищении власти есть один хитрый пункт. Люстрация не коснется выпускников школ КГБ по техническим специальностям. Попадает ли под нее Невайченко, до конца непонятно. Если люстрация заработает по полной, сметет сотни тысяч человек, говорит КГБ со стажем, в прошлом разведчик Николай Маламуш. И это только по статье о КГБшном прошлом. Если мы говорим о том, что сейчас именно кто-то работает на спецслужбе, и не все они работали в негативах. Как правило, работают позитивы для государства. Давайте мы сейчас их поднимем, ставим их под подразделение, потому что вопрос ставится, чтобы сообщать о каждом. Это будет взрыв общества. Это будет колоссальный взрыв. Это будет дезорганізация. Уших КГБстов не бывает. Как работали на Кремле, так и сегодня выполняют эти задачи. Кабинет министров, насколько я знаю, готовый сразу запустить процесс люстрации. Моментально. Оскільки там идет несколько тижнів на процесс розгляду заяви про відставки, я думаю, люстрация завершится до момента, коли вони зможуть піти самостійно до відставки. Оперуполномоченный Алексей Очеретний не против люстрации, но с одной поправкой. Начинать надо сверхов, но при этом не забывать о низах. Бороться с коррупцией можно только одним способом. Должна быть соответствующая зарплата. Я думаю, честных сотрудников всегда можно найти, поставить их в такие рамки, когда им невыгодно было бы брать. Чтобы не испортить запись в трудовой, уволен по статье закона, многие силовики сейчас массово уходят на пенсию с причитающимся выходным пособием. А оно у генералов и полковников немалое. Или отправляются в командировку на Донбасс. Можно отбелить имя, если прошел через АТО. По мнению военного обозревателя Юрия Бутусова, именно фронтовое прошлое должно решать в будущем, кто же будет командовать силовиками. Те, кто сидел долгое время под градами, под артобстрелами, те, кто выполнял боевые задания, вот это те люди должны выдвинуться на руководящую работу. Все те, кто не находился на передовой, они не могут считаться силовиками в этой Украине. Закон о чистых намерениях и высоких целях еще не заработал на полную силу, а уже внес раскол среди украинцев, поделив их на тех, кто за и против. Нужно ли чистить ряды силовиков в самый разгар войны? Можно бесконечно спорить. Где же все-таки поставить запятую? Люстрировать нельзя помиловать. Или люстрировать нельзя помиловать. Главное, не промахнуться. Большинство этих людей в погонах люстрации не коснется. Они не были начальниками и не были чекистами. Они были зимой на Майдане, и у них есть шанс дослужиться до генерала. Елена Механик, Сергей Кудимов, Сергей Келимник, Сергей Еременко. Подробности недели. Телеканал Интер.